В этом видео хочу поделиться с вами своим решением, так называемым State Machine, которое я уже давно использую в своих проектах. В общем, чего я вам рекомендую делать. Мы поговорим о плюсах, о минусах, о способах реализации. Ну, в общем, поехали. Итак, давайте определимся сначала с определениями. Извините за каламбурный вопрос. У нас стоит таким образом. Что такое State Machine и из чего она может состоять? В общем, State Machine или машина состояния, это процессор, если хотите, или менеджер, который может переключать состояние, и не просто их переключать, а при этом еще и валидировать. То есть, делать какие-то проверки, разрешающие или запрещающие переключение из одного состояния в другое. Состояние, ну или статус, это свойство сущности, которое определяет поведение объекта. То есть, если, допустим, у объекта статус черновик, то он там не может быть видим в системе для определенных пользователей. Ну и, в общем-то, примерно в таком все раскладе. Что такое проход по статусам? В общем-то, смотрите, на самом деле, проход по статусам, как раз и определяет жизненный цикл определенной сущности. То есть, если, допустим, какой-то документ, он может быть сначала черновик, потом какой-то там утвержден, или, допустим, опубликован. Вот проход по статусам, это и есть последовательные изменения определенных состояния объекта. Ну, теперь давайте конкретно поговорим. Допустим, опять же, если вернуться к слову, к сущности документ, у нас есть такое понятие документ, введем его, не знаю, не важно пока, что за документ, просто бумажка. У документа может быть черновик, он может быть на проверке, соответственно. Его можно опубликовать и удалить. Ну, я взял небольшое количество свойств, хотя их гораздо может быть больше. Ну, нам для примера пока достаточно. Более того, я покажу немножко код, как выглядит документ. То есть, вот у него есть статус, а статус, соответственно, выглядит таким образом. То есть, это обыкновенная нумерейшн. Ничего здесь сложного нету. Я опустил другие поля, о которых буду говорить позже. Но, тем не менее, вот такой примерный документ, вот с такими статусами. В общем-то, что мы теперь сможем сделать? Допустим, у нас есть какой-то новый документ, мы создаем его, instance. Мы создаем его не просто так, а давайте вот мы создали документ, и хотим ему присвоить статус draft, ну, то есть черновик. Таким образом, у нас документ переходит в статус черновик. А теперь мы можем сделать следующим образом. Мы можем поставить статус у этого документа, прямо на следующей строчке написать publish it, и, соответственно, у нас документ станет опубликованным. Ну, то есть, вот эта вариация, что я могу в любом месте, в любой статус присвоить документов без каких-либо проверок, дает полную свободу действия, на самом деле. И вот это один, кстати, из плюсов данного подхода. То есть, я могу программным в любом месте установить любой статус документа, и, соответственно, ну, получается, что никакого контроля на самом деле нет. Вот если пробежаться по плюсам, то, собственно говоря, свобода действий с этим статусом уже налицо. Вы видели, что я могу поставить любой статус любой сущности. Простота использования, ничего сложного нет. Он написал равно, присвоил значение, и побежали дальше. Ну, и, собственно, реализации никакой практически нет. Просто нужно свойство создать, и нумерацию, и вперед. Ну, а замену самим, вот, давайте вот поподробнее. Смотрите, отсутствие контроля. Что такое контроль? Ну, то есть, в любой программе, если в любом месте, может переключить статус документа, не глядя на его там состояние. Дальше следующим этапом идет несоответствие состояния. То есть, если у нас для свойства существуют явные там для него признаки, то, допустим, у нас свойство паблишек может только перейти, когда существует указан автор. Если я указал явно свойство инум паблишек и не указал свойство автора, ну, состояние несоответствия получается. В общем-то, в связи с этим получается нарушение бизнес-логики. Когда пачка документов не имеет, или, в смысле, имеет несоответствие состояния, ломается бизнес-логика. Более того, когда мы это все сохраняем в базу данных, у нас получается искажение консистентности, то есть, у нас получается невалидная база. И перевести ее в соответствие, ну, стоит, ну, как минимум, очень дорого по времени, потому что нужно все объекты привести в нужное состояние. Возможно, она зацепит другие какие-то качества объекта, других объектов, на самом деле, то есть, сущности в системе. В общем, все очень сложно получается для восстановления. Теперь давайте поговорим про стоит машин. Что это такое? Ну, первым делом, я вот принял такое архитектурное решение. Скажу честно, я придумывал его давно, просто решался через час, решил об этом рассказать. И вот почему. На самом деле, вот, стоит машин, ну, я уже говорил, что такого паттерна не существует. Есть паттерн стоит, но он немножко по-другому реализован, если хотите, посмотрите в интернете. В общем, давайте тогда теперь, из чего состоит стоит машина, по порядку. Суть вот в чем. У меня есть документ, как вы видите, на экране, и давайте даже сейчас лазерный указ включу. Есть у меня какой-то документ, будем он такого синего цвета. Есть у него также четыре состояния. Но суть стоит машины в том, что я для каждого из состояний ввожу такое понятие, как входные и выходные правила. То есть, для того, чтобы документ вошел в статус черновик, но проверяется какой-то там набор правил на вход. Если документ вывожу из статуса черновик, например, на проверке, то у меня проверяются выходные статусы, то есть выходные правила, извиняюсь. Выходные правила, которые соответствуют этому документу. Если на входе документ не соответствует этим правилам, он не может войти в этот статус. Если, соответственно, он не доволир, не про... Извиняюсь. Если он не соответствует выходным, то есть правила не сработали, то есть какой-то из них фейл, то документ не может выйти из статуса черновик. Суть в том, что у каждого из статусов есть такие правила. Давайте теперь для примера определим для нашего документа входные и входные правила. Например, у нас есть статус черновик. Здесь, как вы видите, есть входные и выходные правила. И, в частности, первое правило на входе, которое гласит, не должен быть удален. То есть документ, который входит в этот статус, он не должен иметь статус удален. То есть если мы удалили какой-то документ, его уже сюда вернуть нельзя. Дальше. Выходные правила. Прежде чем черновик покинет свой статус и перейдет в следующий статус, он должен иметь обязательную дату создания. Ну и, собственно говоря, автор, кто создал этот документ. Дальше у нас следует статус, который называется «На проверке». Как вы понимаете, выходные данные могут быть пустыми. Выходные правила, вернее. Я вам скажу честно, 90% случаев, 90% статусов обходятся без выходных статусов, без правил для выхода из статуса. Это достаточно сложные варианты должны быть описаны. То есть все возможные варианты решают и дополнение этих выходных правил. Ну, если у вас логика более простая, достаточно просто входных. Ну и, собственно говоря, на проверке у нас не должен иметь... Для входа в статус на проверке документ не должен быть в статусе «Удален». Собственно говоря, понятно, почему если удалили, уже его нельзя торгать. Если не должен... В смысле, не так же он не должен быть опубликован. То есть если он был опубликован, его нельзя вернуть в статус на проверке. Он теоретически должен попасть в статус «Черновик». Также он должен иметь автора, должен иметь дату создания. Ну и, допустим, я придумал такое правило, какое-то там описание должно быть не менее 1042 символа. Ну, это для примера. Я пытаюсь показать, что на самом деле любые свойства можно проверить на входе. То есть если вы создали черновик, придется описание заполнить, и тогда только вы можно отправить на проверке. Статус на проверке. Далее. Статус «Опубликован». Ну, собственно говоря, опять же повторяется, статус не должен быть... Правило не должен быть в статус «Удален». То есть если черновик опубликован, ну, если он удален был, то нельзя его обратно вернуть «Опубликован». Собственно говоря, из черновика сразу тоже нельзя отправить в статус «Опубликован». Ну, должен иметь имя проверяющего лица. То есть тот, кто там approved by, например, человек, который делал проверку, если он не написал свое имя, то он тоже не сможет опубликовать документ. И это все правила, я повторяю, надуманные, но я хочу продемонстрировать возможность. Ну и вот, собственно говоря, опять же для примера, чтобы продемонстрировать возможности и вероятности, я сделал выходное правило, что интервал публикации не менее 90 дней. То есть опубликованный документ должен привисеть в статусе опубликован не менее 90 дней, и только тогда его там можно удалить или там засунуть в черновик или еще что-то. Ну, в общем, вы меня понимаете. Давайте к следующему статусу придем удален. Как вы понимаете, статус есть, правил нет, все сюда могут отправить и все отсюда могут быть выкинуты. Но если у нас запрещающие правила в других статусах, то, соответственно, отсюда все равно из этого статуса никто ничего никуда не переведет. Ну и, в общем-то, давайте поговорим тогда про ограничения, которые мы наложили. Получается, что у нас черновик может быть сразу переведен на проверки. Дальше он может быть переведен в опубликован и, соответственно, через 90 дней он может быть удален. Правильно? Да, правильно. Теперь давайте следующее. Получается, что черновик у нас можно сразу удалить, потому что никаких ограничений нет. У нас документ, когда в статусе на проверке, тоже может быть удален. Никаких ограничений нет. У нас из опубликованных черновик может вернуться, судя по нашим правилам, статус черновик. Но и дальше надо понять сразу, что мы составили такое ограничение, что из опубликованных на проверке, ну, в смысле, в статус на проверке документ перевести невозможно. Дальше у нас существует ограничение, что черновик нельзя отправить в опубликован. Ну, соответственно, из удален у нас стоит ограничение, что ничего никуда вернуть нельзя. Ну, в общем, вот эта вот логика, которая описана в этих правилах, она полностью управляет поведением объекта. То есть, можно настроить абсолютно любое поведение, абсолютно любой набор правил. Исследование этим правилам будет вести документ четко по его обязательным станциям, по его четким, так сказать, статусам по прохождению этого своих этих состояний. Это гарантирует, что, во-первых, каждый документ будет соответствовать своему состоянию, а также это гарантирует, что никто никогда, собственно говоря, не сможет там что-то подлезть и поправить в базе, или там что-то там изменить или удалить. В общем, давайте теперь поговорим про полезности. Что такое стоит машина? Я опять же повторю, что это специальный класс, который управляет конкретным документом. То есть, не сам документ меняет у себя свойства, а именно специальный класс State Machine, или State Processor, я его называю, делает изменения в сам документах, в сущностях, для которых он создан. Также скажу сразу, что в одном приложении, может быть, несколько State Machine для разных, ну, для каждого из типов, для каждой из сущностей, у которой есть состояние, должна быть своя собственная машина состояния, и, соответственно, набор правил для входа и выхода из каждой из сущностей. В общем, достаточно все сложно получается. Но, как вы понимаете, плюсов, на самом деле, очень много. Ну, и, собственно говоря, смотрите, так как у нас есть State Machine, то первоначальный статус для сущностей, например, документ, мы можем указать, что это черновик, и, соответственно, у нас State Machine может выступать в роли билдера. То есть, она создает этот документ, накидывает в него нужные там правила, собственно говоря, все это предусмотрено в самом State Machine. И, когда первоначальный статус заполнил, документ создается, при помощи State Machine, в принципе, мы можем создать просто документ как New Instance, то есть новый документ, но тогда он не появится в статусе черновик, теоретически, или будет иметь неправильный статус. То есть, если правила для входа и выхода из черновика, они более сложные, то есть не просто там пустой инстанс, то потребуется использовать именно State Machine. То есть, это гарантирует то, что созданный вновь документ будет иметь правильный настроенный статус, соответствующимися полями, которые для этого нужны. Ну, и дальше State Machine будет переключать уже состояние, то есть, этот документ будет ходить по этим статусам. Надо отметить самое главное, да, каждый статус, вот из перечисленных здесь, черновик на проверке, публикован, удален, они являются самостоятельным классом. То есть, обыкновенным классом, который регистрируется в контейнере, соответственно, он может инжектиться в нужное место, отсюда вытекают следующие вкусности. То есть, если это может инжектиться в любом месте, значит, это может инжектиться в любой контроль, свойства или там сервис по определению, по имени, по типу конфигурации. То есть, я могу в нужном мне месте получать нужный набор правил для конкретного, то есть, статусов для конкретной сущности. Например, допустим, у меня для продакшена существует 4 правила, как здесь, в смысле, 4 статуса, как здесь, и там у каждого по 20 правил. А если я, допустим, делаю в дебаге, то я могу сделать таким образом, чтобы у меня было также 4 статуса, но правил у них не было. То есть, я могу в дебаге, в отладке проверять, какие перекидывать через статусы, то есть, игнорировать на самом деле. То есть, и такая конфигурация, она настолько мобильная такая, масштабируемая, то есть, ей можно управлять под пароли пользователя, например, или, я не знаю, еще другие варианты какие-то. В общем, это полная свобода действий по части управления. То есть, не статус ли его вправо там роли, а именно управление этими ролями, в смысле, правилами и статусами. Дальше, обязательным плюсом является то, что у каждого из этих статусов, то есть, и каждая проверка, у каждого правила, да, у каждого правила на входе и на выходе есть свой исполняемый, так сказать, момент, да, если хотите. То есть, пайплайн, да, вот можно включиться в любое место пайплайн, в любого из правил, и потому что это тоже, соответственно, откровенные классы, в которые можно заинжектить любой сервис и дернуть, так сказать, любое событие, там выстрелить или дернуть операцию какую-то, и выполнить действие. Я про что говорю? Например, если у вас есть черновик, вы там провели на проверке, и есть правило входное на проверке, вот, я сейчас вот так вот даже указку сделаю, вот, допустим, вот, есть на проверке какой-то документ, у него входные данные, там есть проверить фамилию, там, не знаю, какой-нибудь там автора, там, вот, то в момент проверки существует вероятность выстрелить, то есть, записать в лог, да, как минимум, да, то есть, была проверена фамилия, да, или выполнена проверка, там, по 16 правилам, перечислить их, понимаете, да, какая гибкость в определении того, как это можно контролировать. Более того, я могу не просто там сохранить в лог, я могу выстрелить смс-сообщение, например, ну, то есть, я перевожу на проверки, а проверяющий у меня, там, Вася Пупкин, да, и у меня Вася Пупкин при прохождении этого правила, ну, что его фамилия указана, просто получит, там, смс-уведомление, или, там, на мейл-уведомление, или запустится какой-то там генератор документов для какого-нибудь объекта, ну, то есть, эти все правила, они обыкновенные классы, то есть, к ним является, к ним появляется доступ из контейнера в любом месте, соответственно, если я заинжекчу в какое-то правило, в какой-то там сервис, в который можно просто выдернуть в момент проверки, то есть, даже не просто в момент проверки, а при успешной проверке дернуть одно свойство, или, там, метод, при неуспешной, другой, в общем, полной свободы действий, и так на каждое правило, то есть, управляемость стопроцентная, ну, и, собственно говоря, раз у нас вот такое вот все стопроцентное, прям, вообще классно все получается, как издалека видно, давайте сразу про плюсы и минусы, в общем-то, я думаю, сразу по картинке понятно, что плюсы, понятно, что вот контроль вот этой смены статусов, что соответствие состояния, то есть, сущность нельзя будет перевести в другое состояние, контроль консистентности, ну, то есть, соответствие данных в базе, тому состоянию бизнес-логики, которое на данный момент существует, появляется билдер для сущности, то есть, так называемый конструктор, который выдает уже сущность в нужном статусе, проверяются там валидаторы в этом же стейк-машине, которые могут проверить текущее состояние. Собственно говоря, про точки расширения рассказал, то есть, она очень гибкая, и как для самих правил, так и для самих статусов, ну, в общем, там, большая расширяемость, просто там обалденная, если так можно выразиться. Ну, и, собственно говоря, самая минус один, достаточно сложная реализация. В общем-то, она не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Более того, я вам скажу честно, у меня уже существует реализация, она называется, стоит статус процесса, лежит в наггет-пакетах. Ну, и, надо сказать, что вы можете это все сами проверить в наггет.орг, посмотреть, или там через Visual Studio установить. Пакет называется, опять я сказал уже, статус процессор. Установить его можно как Visual Studio, так и через, собственно говоря, скачать пакет. Ключевым моментом, вот что я хотел сказать. Сейчас эта реализация для версии DotNet в ближайшем времени, я надеюсь, в ближайшем времени появится реализация для DotNet Core. Будет принципиальная разница между этими пакетами, потому что этот статус процессор, он не поддерживает асинхронных операций. Будущий, я думаю, сделаю и с асинхронным. Ну, и самое главное, самое главное, смотрите, есть ссылка на проект, вот здесь вот, ну, или вы можете найти на моем сайте. В общем, по этой ссылке вы попадете вот на эту статью, в которой на примерах, например, вообще с кодом и с установкой, то есть, то есть туториал здесь конкретный, как работать вот с этим пакетом, какие нужно свойства создать, и вот все, что я писал в этом видео, работает, я писал вот в этом, вот в этой статье. В общем, на этом пока все. Смотрите статью, если будут вопросы, пишите. в общем,